В эфире телеканал АБТБ выпуск новостей. В студии Светлана Шевченко. Конфликт на востоке Украины будет преодолен исключительно мирным путем на базе минских договоренностей. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики Федерико Маггерини. Глава государства подчеркнул, что и для него, и для украинского народа приоритетом является сохранение суверенитета и восстановление территориальной целостности государства. Маггерини в свою очередь сообщила, что Европейский Союз настаивает на соблюдении минских договоренностей, направленных на урегулирование ситуации в Украине. Поддержка Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и независимости остается одним из главных приоритетов Европейского Союза. Мы очень ценим единство и солидарность Европейского Союза с Украиной, которая была продемонстрирована в том числе и вчера на инаугурационном заседании Совета Ассоциации, на заседании Совета Министров иностранных дел и то, что украинский вопрос является одним из главных в Европейском Союзе. Президенты и главные дипломаты стран Вашеградской четверки задекларировали солидарность с Украиной в вопросах безопасности и экономики. В частности, эти страны не признают аннексию Крыма и настаивают на выполнении Минского протокола. Группа подтвердила готовность предоставить правительству Украины помощь в подготовке всеохватывающего пакета реформ. Подробности далее в сюжете. Страны Вашеградской четверки, Словакия, Чехия, Польша и Венгрия прежде всего поддержали стремление Украины максимально быстро установить мир на Донбассе. Главы этих стран сегодня в Братиславе пообещали президенту Украины Петру Порошенко содействие в вопросах безопасности и в реализации экономических реформ. Мы можем продемонстрировать первые результаты украинских реформ. Одновременно мы можем получить ослабление визового режима и увидеть свет в конце туннеля, в процессе принятия Украины в члены ЕС. Мы можем объединить усилия наших стран в упрощении процесса. И мы рассчитываем на вас в этой сложной ситуации. Тем временем, министр иностранных дел стран Вашеградской четверки и Украины сегодня утром все в пятером прилетели одним самолетом в Киев из Брюсселя. Дипломаты также договорились о поддержке Украины в реализации реформ каждой из стран в конкретном секторе. Словакия будет оказывать помощь в сфере энергетики и энергобезопасности, Польша в сфере децентрализации и реформирования власти на региональном уровне, а также в сфере управления и государственной службы. Чехия в реформировании гражданского общества образования, а также СМИ. На Венгрии экономическая политика, поддержка малого и среднего бизнеса, а также имплементация соглашения о внешней торговле. Среди первых конкретных договоренностей предоставление стипендий более чем четырем сотням украинских студентов для обучения в странах ЕС. С нашей стороны, мы хотели бы, чтобы эта цифра 400 стипендий на поддержку обучения украинских студентов превратилась в 4000. Пообещав поддержку, иностранные дипломаты подчеркнули, что эффективная реализация реформ в Украине прежде всего дело рук самих украинцев. Оксана Прыжко, Даниил Городецкий, БТБ. Также президент Украины Петр Порошенко встретился в Киеве с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтманом и обсудил ситуацию на Донбассе. Особое внимание глава государства обратил на сложную гуманитарную ситуацию, в которой оказались люди на оккупированной территории. По его словам, большая часть помощи разворовывается боевиками. Впрочем, Украина не оставляет попыток доставить продовольствие и предметы первой необходимости именно жителям, которые крайне нуждаются в поддержке своей страны. Украине необходим дополнительный пакет макрофинансовой помощи для стабилизации экономики, заявил премьер-министр Арсений Яценюк. И подчеркнул, что размер финансовой поддержки определится в ходе консультаций с МВФ и странами Большой Семерки. Эти средства Украина привлекает на возвратной основе, отметил Арсений Яценюк. Мы не просто ходим и просим дайте деньги. В этом году мы получили 9 миллиардов долларов финансовой помощи, которую, кстати, нужно отдавать. И отдали иностранным кредиторам 14 миллиардов долларов. Я официально обратился к Европейскому Союзу с прошением о получении следующего проекта макрофинансовой помощи. Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Турчинова на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Перед новоназначенным секретарем СНБО президент поставил задачу стабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Кроме того, Петр Порошенко поручил Александру Турчинову в ближайшее время представить стратегию и программу реформирования системы безопасности Украины. Также, по словам президента, с сегодняшнего дня начинается подготовка заседания СНБО, посвященного оформированию бюджета в сфере безопасности, обороны и правоохранительных органов. Борьба с коррупцией также будет в сфере деятельности Александра Турчинова. И отныне руководители антитеррористического центра назначают президент. Соответствующие изменения в положении своему указу внес глава государства Петр Порошенко. Ранее руководителя центра также назначал и освобождал президент, но по представлению главы СБУ. Кроме того, из межведомственной координационной комиссии центра исключили министра обороны. В Украине проведут четвертую волну частичной мобилизации, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины генерал Виктор Муженко. Сбор продлится полтора-два месяца, и это даст возможность подготовить личный состав. Также он заявил, что в зоне АТО находится до 10 тысяч российских военных, а на всей Украине российской границе сосредоточено почти полсотни тысяч российских военнослужащих. По словам начальника Генштаба, через неконтролируемые украиной участки границы на востоке страны есть возможность перемещения российских грузов, техники и людей. В течение дня боевики обстреляли позиции сил АТО 12 раз, сообщают в пресс-центре операции. Наиболее напряженная ситуация на Луганском, Донецком и Дебальцевском направлениях. Террористы из минометов и артиллерии атаковали Счастье, Дебальцево, Старый Айдар, Станицу Луганскую и Трехизбинку. В Донецком аэропорту бандиты пять раз пытались спровоцировать украинских военных на ответный огонь. И, кроме того, продолжается работа по уничтожению диверсионных групп террористов. Была уничтожена группа в составе 12 диверсантов, которые пытались попасть в тыл наших войск в районе населенных пунктов Голубовское и Новотошковское. В результате умелых контрдиверсионных действий группа была локализована. На предложение украинских бойцов сложить оружие и сдаться террористы открыли беспорядочную стрельбу. В результате боя основная часть ДРГ уничтожена, двое террористов задержаны. В своих показаниях один из пленных террористов, в частности, сообщил, что инструктаж и конкретные задачи в их группе давал офицер ВС Российской Федерации. Потерь среди наших военных в результате этого столкновения и в целом за сутки нет. Восемь раз боевики обстреляли Донецкий аэропорт в первой половине дня, сообщает пресс-центр АТО. Украинских военных атакуют и снайперского оружия, и гранатометов. А в качестве стрелковых позиций террористы используют здание православного монастыря. Также боевики вели огонь по старому Айдару, станице Луганской и Счастью. Под обстрел террористов попал и патруль за специальной миссией ОБСЕ. Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте миссии. Накануне представители организации наблюдали за ротацией украинских военных в Донецком аэропорту. На обратном пути, как только украинские грузовики приблизились к автомобилям миссии, они были обстреляны из автоматического оружия. К счастью, ни украинские военные, ни представители ОБСЕ не пострадали. К Надежде Савченко допустили тюремного лор-врача. Об этом сообщил адвокат летчицы и народного депутата Украины Марк Фейгин. Руководство СИЗО, в котором сейчас находится Надежда, разрешило посещение специалиста и прием лекарств. Ранее страна защиты заявила о значительном ухудшении здоровья Савченко. А накануне украинская летчица и депутат объявила голодовку в связи с тем, что ей не разрешили получить медицинскую помощь. Теперь же адвокаты попробуют убедить летчицу прекратить протест. Барак Обама до конца текущей недели подпишет принятый Конгрессом закон о новых санкциях в отношении России и о предоставлении военной помощи Украине. Об этом сообщил представитель Белого дома Джош Эрнест. По его словам, президент у США по-прежнему испытывает определенное беспокойство относительно закона, но считает, что документ дает ему необходимую свободу для маневра. Президент намерен подписать этот законопроект Конгресса, но у нас есть некоторые опасения по поводу него. Он может смутить наших европейских союзников, потому что включает в себя ряд санкций, консультации по поводу которых продолжаются. Черный понедельник в России сменился черным вторником. На фоне снижения мировых цен на нефть рекордными темпами падает и курс рубля. Сегодня евро впервые достиг 100 рублей. Доллар продается по 80. Лишь с начала дня валюта выросла в цене более чем на 10%. На фоне девальвации идет обвал на российском фондовом рынке. Индекс РТС опустился ниже 600 пунктов. Это самая низкая отметка с кризисного 2008-го. Разница между покупкой и продажей евро и доллара в России достигает 50 и выше рублей. Некоторые обменники за евро хотят 150 рублей за доллар 120. Банки массово прекращают обмен валюты. В Кремле просят не паниковать, но Медведев созывает совещание, посвященное финансовой экономической ситуации Федерации. Центробанк России назвал ситуацию на валютном рынке критической. По словам его главы Эльвиры Набиулиной, это сигнал к реформированию российской экономики. Безусловно, ситуация достаточно сложная и она требует абсолютно скоординированных действий правительства и Центрального банка. Чтобы справиться со стремительной девальвацией рубля, ночью регулятор резко повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%. Это означает, что для рядовых россиян ставки по кредитам вырастут по крайней мере до 40%. В панике заговорили вообще об остановке банками кредитования физлиц. Власти искусственно создают нехватку рублей, чтобы заставить венучреждения продавать валютные запасы. Рассматривают даже вариант обязательной продажи валютной выручки и введения лицензии на вывоз капитала. Вслед за обвалом рубля в пике полетели и цены акций российских компаний. Довольно-таки нестабильная волатильная атмосфера. Мне кажется, что многие фундаментальные факторы уже не работают и преобладает паника. На фоне девальвации российского рубля в аннексированном Крыму начался настоящий валютный ажиотаж. Как передает корреспондент Крым Реалии, курс иностранных валют менялся чуть ли не каждые 5-10 минут. Люди в панике бросили скупать все, что есть в пунктах обмена по любому курсу. Популярностью пользуется и гривна. Курс валют напрямую отражается на ценниках в крымских магазинах, которые продавцы не успевают менять. Александр Мужичук, БТБ. Национальный банк представил новую организационную структуру. Ее презентовали на традиционной встрече руководства НБУ с лидерами крупнейших банков страны. Основные принципы новой структуры – перспективное видение развития банковской системы, усиление основных функций главного банка и отход от ручного управления. В частности, Нацбанк почти вдвое сократил свой бюджет на следующий год. Как отметила председатель НБУ Валерия Гонтрева, сэкономленные средства будут поступать в госбюджет. Украинцы лидируют в введении новых сортов растений. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации интеллектуальной собственности. В новом докладе отмечается, что в этом году подано рекордное количество заявок на новые сорта растений – более 15 тысяч по всему миру. Жители стран Евросоюза подали заявки на 3 тысячи новых сортов растений. А Украина, которая оказалась на втором месте в мире по новаторству в этой сфере – более полторы тысячи заявок. В разведении новых сортов растений украинцы определили даже жителей Китая, где было подано на 34 заявки меньше. Украинские скауты привезли в столицу Вифлеемский огонь мира. Его ежегодно зажигают на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, а потом везут в Австрию, откуда другие скауты развозят его во все уголки мира. На церемонии передачи огня в соборе Святой Софии побывала и наша съемочная группа. В Украину огонь мира прибыл накануне в рамках международной эстафеты «Поделись счастьем ради мира». Из Вены в свой родной город Львов его доставили украинские скауты. Сегодня же огонь привезли в столицу, чтобы передать киевскому духовенству бойцам АТО и скаутам из других городов. Я думаю, что завтра его раздадут по разным общественным организациям. Наверное, некоторые депутаты его также получат. Дальше мы должны разнести его по всем церквям и православным, и католическим. Но и самое главное, чтобы украинский народ также имел возможность его взять. В рядах скаутов Соломия уже 12 лет. Рассказывает, для нее это семейная традиция. Она стала скаутом, последовав примеру старшего брата. Девушка неоднократно принимала участие в передаче «Вифлеемского огня», поэтому поделилась с нами некоторыми традициями, связанными с ним. Есть традиция. Каждую святую вечерю огонь должен присутствовать на столе. И обязательно, когда зажигают три свечи к Святому Рождеству, мы вспоминаем о тех украинцах, которые с нами, о тех, которые находятся за границей, и тех, кто уже на небе. Поэтому для нас это очень символически, особенно в этом году. После общей молитвы все присутствующие почти лиминутой молчания погибших украинских солдат. В этом году огонь мира отправится и в зону АТО, для того, чтобы согреть всех ребят и вселить в них лучик надежды. «Свеча отображает свет Вифлеемской звезды. Господь с нами. И в этом есть основа нашей надежды, что в Украине после всех испытаний все-таки свет и добро победят. За это мы молимся». Тамара Каноненко, Александр Котельников, БТБ. «Мы верим, что Украина победит все преграды и испытания, и обязательно мир в Украину вернется». В завершение нашего выпуска анонс ожидаемых событий 17 декабря. До встречи. Верховный представитель по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Федерико Магирини расскажет в Киеве об урегулировании ситуации в Украине. Создание антикоррупционного бюро и его главной задачи обсудят парламентарии и аналитики. Решение проблемы трудоустройства вынужденных переселенцев обсудят представители Государственного центра занятости и эксперты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова